мусор из машины все 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 складываем назад в тачку не факт что получится удивительно виде такой жижи валяется за ненадобностью из задних дверей мы полностью удалили ручки и все опускаем не мучаем больше тачку какая-то поэтому оставляем все так а еще вы у нас постоянно просите там где-то в личке в комментариях везде где только можно а сделайте полностью все элементы которые возможно на жигу чтобы они были пластиковые взвесьте все это дело и посмотрите какова разница и мы наконец-то собрались поняли что мы можем поэтому у нас есть подопытный вот такая прекрасная пятерка юры кадычева она уже в состоянии не то что после сезона а она говорит помогите спасите и как-нибудь давайте меня починим и первым делом нам нужно сначала взять все живые кузовные элементы снять с них матрицы и после чего уже можно будет произвести пластиковые погнали на весы и дальше разберёмся как и что будем делать ребят напоминаю вам не забывайте вовремя менять колодки на своих автомобилях а чтобы не переплачивать за оригинальные запчасти и не потерять при этом в качестве мы рекомендуем вам приобретать детали от известных проверенных мировых поставщиков например компаний bosch почему bosch да потому что bosch придумали вакуумный усилитель и систему стабилизации и спи это значит что эти люди знают о тормозах все и их продукту можно доверять к примеру на свои автомобили мы устанавливаем вот такие колодки фирмы bosch они гарантируют высокую эффективность торможения с индивидуальными решениями практически для всех автомобилей колодки имеют оптимальный фрикционный состав смеси со стабильным коэффициентом трения для надежного торможения переходите по ссылке в описании и заказывайте любые запчасти которые вам нужны покупайте для своих автомобилей только качественные запчасти мы заехали на весы и у меня почему-то больше вопросов осталось чем ответов 920 килограммов машина без меня нечет я ничего не могу понять по моему жигули в стоке весят тонну 50 тонну 100 а эта машина у нас на двигателе с р-20 то есть она стала еще тяжелее она должна весить как минимум тонну тонну 100 она должна весить это вообще самый минимум а то и того больше не машине от стокового только бампера и задний диван так что повезете сдавать металл будьте очень осторожны похоже весы работают неправильно мы придумаем как по-другому где в другом месте перевешать это взвешивание мне абсолютно не нравится с чего начнем и что у нас есть у нас завалялся вот такой комплект пластмассок это обвес лада в фтс очень знаменитый и мы хотим его применить к этой тачке и собрать и именно в обвесе у нас скорее всего будет два варианта кузовного соответственно полный разу крылья уже с обвесом поэтому из этого абс мы сделаем матрицы и вот такие вот крылья есть вот она тоненькая крыло из единички в итоге будет это все выглядит примерно вот так мы с вами прекрасно знаем что жиговская дверь любая она разбирается она состоит из нескольких частей в общем сейчас попробуем разобрать дверь и понять как нам нужно сделать правильную матрицу чтобы она без проблем вставала на машину готовый элемент решетка семерочная мне не очень нравится именно тем что она всегда ломается обо всем по порядку пока что начинаем с тем что есть дальше все по ходу расскажу погнали и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И из нее получаются вот такие детали В общем, это у нас для вакуумной формовки матрица Это у нас матрица для стекловолокна Сейчас мы будем делать этот элемент Это крыло уже в чистовую Здесь все обработали, насверлили дополнительно отверстия Чтобы нам их крепить правильно Не просто там отпилить накладку Чтобы это выглядело покрасивее Мы разобрали полностью машину Сняли с нее двери Разобрали вот эти внешние шкурки дверей Посмотрели, как это можно сделать И как можно закрепить накладку Максимально красиво, опять же Из самих дверей тоже сделали Матрицы, на которые Мы будем натягивать пластик Здесь у нас есть новые Задние крылья Новая задняя вот эта вот планочка Мы их заполняем пеной Ждем, пока пена встанет Чтобы можно было с этими элементами работать По поводу взвешивания Мы еще не определились Но все элементы, которые выпиливаем Весь мусор из машины Все-все-все складываем назад в тачку Чтобы нам ее взвесить В ее исходном состоянии Пока что нет понимания Как правильно измерить вот эту цифру Потому что те самые 920 килограмм Но они никуда не годятся Когда берешь вот эту дверь Со стеклоподъемником, со стеклом Как минимум килограмм 50 Конечно, это все по ощущениям Пока это все в разобранном состоянии Как это будет выглядеть Мы даже сами не представляем Но, в общем-то, вот сейчас все это дело сделаем Распечатаем и продолжим Погнали! Начинаем мы изготовление матрицы, конечно же, с пены И пена в нашем случае играет немаловажную роль Во-первых, она должна плотно ложиться Не оставлять полость и ложиться равномерно То есть после расширения ячейка должна быть равномерная Это раз Есть очень много вариантов пены Когда мы ее накидываем, накладываем И она в одном месте лежит плотно В другом месте возникают большие вот эти пузыри Ячейка ложится крайне неравномерно И, соответственно, у нас появляется полость Если говорить о самой пене Мы остановили свой выбор вот на такой вот пене фирмы Silla Конкретно эта пена называется Silla B1 Fire Stop В отличие от обычной пены Пена Silla B1 Fire Stop Самозатухает и не позволяет огню распространяться Плюс ко всему сохраняет герметичность шва до 4 часов А конкретно в нашем случае Она нам помогает своими высокотемпературными свойствами Потому что, когда мы деталь формуем У нас температура пластика достигает до 200 градусов И, соответственно, конкретная пена Она не так сильно уседает И даже на вторую, на третью формовку Она все-таки держит правильно форму И деталь не проминается И вот эти наши фланцы, которые остаются на детали Они ведут себя гораздо более правильно Ну и плюс ко всему, когда мы ее наносим У нас деталь не поднимает Она остается лежать ровно И не вылазит никаких вещей Даже когда делали вот пластиковые вот эти фундера Они из стекловолокна И не сказать, что очень толстые Тем не менее, они сохраняют свою форму И винтом не встают Итак, берем крыло Здесь все стандартно Нам нужно немножечко воды Потому что пена, исходя из нашего огромного опыта Реально лучше встает Когда мы ее водой между слоями проливаем И несколько, 4-5 слоев Я думаю, здесь будет достаточно Чтобы у нас деталь уже держалась И хотелось бы проговорить про матрицы В комментариях очень много раз я встречал Говорят люди, что мы делаем все неправильно И для вакуумной формовки Нам нужно делать матрицу меньшего размера Нежели деталь Потому что потом у нас деталь якобы не подойдет И якобы не будет стоять На самом деле АБС-пластик дает хорошую усадку И усадка примерно равна как раз-таки толщине 2-х метрового 2-х метрового 2-х миллиметрового АБС-пластика Соответственно, после того, когда мы расформовываем деталь Достаем с матрицы Она у нас встает ровно по всем отверстиям заводским Как и была металлическая Соответственно, мы стараемся не тратить лишнее время На то, чтобы нам сделать деталь из стекловолокна Или как-то, может быть, на 3D-сканере Сначала снять модель, потом на чипу ее как-то в масштабе уменьшить В любом случае, правильно у нас не получится И после усадки АБС-пластика у нас она получится меньше Поэтому у нас все получается правильно, как бы то ни было И как бы вы ни думали Поэтому мы остановились именно вот на металлических кузовных элементах На родных И потом уже изготовление, соответственно, по ним После формовки С АБС-пластиком все понятно И все хорошо получается Вот как крыло только что сделали То с поликарбонатом намного сложнее И в порядке эксперимента решили попробовать Вот лист двоечки сейчас подкинули И попробуем отформовать переднюю правую дверь Сложность в том, что гораздо хуже прогревается Поликарбонат дольше нагревается И начинает местами подкипать В общем, проблемы с нагревом Поэтому сейчас будем пробовать как-то аккуратно это все дело делать Почему именно поликарбонат пал к нам на стол? Да потому что он имеет хорошие температурные свойства Именно в мороз То есть при отрицательных температурах Он не ломается в щепке, как в АБС-пластик Если у нас сейчас получится сделать из него элемент То я думаю, что это будет успех И можно будет этим пользоваться Потому что гораздо долговечнее получается элемент И сломать его практически невозможно Только если чем-то острым по нему бить Там ножом, я не знаю, каким-то куском железа Только в таком случае он ломается Поэтому сейчас попробуем Не факт, что получится, но мы постараемся Вот эти весы точно правильные Мы их покупали в магазине Они со всеми сертификатами И показывают плюс-минус 2 килограмма Абсолютно верно И как минимум они никого не хотят обмануть И такой цели у них нет В принципе логично Машину привязали Машина, да, у нас частично в разобранном состоянии Но каждую запчасть, которая у нас снята Мы положили вовнутрь машины Единственное, что плюс где-то 3-4 килограмма Мы налили в эти детали пены Но мы их по итогу отнимем Я не думаю, что 3-4 килограмма Как-то повлияет на наше взвешивание Весы оттарили Вот через такую конструкцию Пробуем поднимать Погнали! Удивительно 950 Ну да, разница получается 30 килограммов Но тем не менее Ну да, ну да Это, наверное, хорошая цифра, крутая Почему-то мне казалось, что она должна весить тяжелее Я уж не знаю, что с ней не так Но в любом случае цифра у нас есть Вот 955 килограммов Потом мы все, когда это дело вырежем Машину назад соберем Еще раз этими же весами взвешиваем И посмотрим, что у нас получится Так что, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С небольшими неприятностями мы столкнулись, когда дошли до кормы автомобиля Если с задними крыльями все понятно Мы оставили небольшие полоски металла За которые, собственно говоря, и закрепили наши пластиковые крылья Но здесь момент следующий Задний фартук у нас был очень сильно поврежден Ну и раз уж мы собрались максимальное количество пластиковых элементов Ставить на машину Нам нужно было сделать и его По фартуку вопрос был, как его реализовать в смысле креплений Но здесь все само собой родилось Мы из-за вот эти как раз-таки крайние кромки крыльев его заклепали Здесь понизу у нас клепки идут по нижней части фартука То, что было деформированное, насколько было возможным Насколько представилось возможным мы выправили И вот основной как раз проблемой и неприятностью стал для нас багажник Когда мы его отформовали, он у нас получился Да, красивой формы, ровный И абсолютно похож на штатный жигулевский багажник Но, когда мы его берем в руки Он у нас весь начинает гнуться Если его положить уже на свое законное место Ну, он тоже вот в виде такой жижи валяется Оставлять багажник, оставлять для него кромки Ну, как-то это неспортивно и неправильно, наверное Потому что в любом случае останется большой вес Да и не хотелось работать с этой железякой Поэтому мы раздербанили еще одну жигу Взяли вот такую крышку багажника От нее отпилили уже как раз-таки внутреннюю часть Здесь все полости, точнее отверстия заклеили И будем формовать ее в обратную сторону То есть отформуем именно внутреннюю часть И как это делается из стекловолокна Когда делаются кузовные элементы Мы потом это все дело вместе с клеем Будем пользоваться либо каким-то специальным клеем В принципе у нас неплохо работает суперклей Поэтому соберем и деталь у нас будет составная Крышка багажника из двух частей Да, единственный минус, что она получается дороговато в производстве Потому что нам придется потратить целых два листа пластика Чтобы сделать всего одну крышку багажника У нас встали на место стекла, они у нас из трехмиллиметрового поликарбоната Нам хотелось бы, конечно же, сделать их максимально легкими И поставить там может быть 0,8 миллиметра PET-пластик Но если говорить о техническом регламенте всех дрифт-соревнований То организаторы всегда просят нас Ставить именно трехмиллиметровые поликарбонатные стекла Поэтому, следуя регламенту, мы поставили поликарбонат 3 миллиметра Да, в весе мы немного проиграли, если сравнивать с каким-то легким и тонким пластиком Но по сравнению с обычными стеклами мы выиграли очень серьезно Когда в руки его берешь, кусок поликарбоната Он реально гораздо легче А вот как раз-таки заднее стекло не везде регламентируется И его мы сделаем, наверное, из PET-пластика толщиной 1 миллиметр Чтобы немножечко выиграть в весе Здесь была задняя полка Мы ее выкинули Она была такая из какого-то толстого мягкого материала И весила, ну так по ощущениям, 2-3 килограмма Мы от нее тоже избавились Простым листом АБС и единички все это дело закинули Ну, собственно, так же мы и поступили с дверными картами Когда двери все разрезали У нас остались вот те самые полости Которые мы закрыли тем же самым 1 миллиметровым АБС-пластиком За ненадобностью из задних дверей мы полностью удалили ручки Во-первых, это гораздо легче Во-вторых, дверь не гремит Вот она цельная, весит практически ничего Сам механизм открывания мы перенесли вовнутрь Сделали тросик напрямую от замка И теперь мы можем, приоткрыв переднюю дверь Дернув за вот этот тросик Открыть заднюю В общем-то проблем никаких нет Для пассажиров у нас в любом случае задний ряд не предусмотрен Мы там возим колеса, в лучшем случае Канистры с бензином, когда едем на гонки И все, нас такая схема вполне устраивает Поэтому оставляем все так Субтитры сделал DimaTorzok И теперь у нас остался последний вопрос Нам нужно сейчас тачку как-то привести в порядок В плане цветового решения И даже на картинке, я думаю, вам через камеру Прекрасно видно, что он имеет небольшую такую текстуру Которую нам нужно убрать, чтобы машина была гладкая, ровная По цвету, честно сказать, мы пока что не определились Скорее всего в черный матовый Сейчас для начала машину подготовим Полностью все неровности с кузова снимем В общем-то не слишком много подготовки нас ожидает Но в любом случае В общем, подготавливаем, красим И смотрим, что у нас получится на выходе Теперь у нас машина готова к взвешиванию И, наверное, это самый ключевой момент во всем ролике Тогда у нас вес машины на этих весах был, кажется, 800 Ой, уже хочу, чтобы был меньше 900, да? Был 960-965 килограммов Мы специально сейчас собрали машину в таком же состоянии Она еще не до конца готова У нас еще есть бампера Но взвешивались мы без них Вот эти железные клыки мы поставили Потом по салону все как было Все так и оставили Чтобы нам понять именно, сколько веса мы выигрываем Кузовными пластиковыми элементами Что там? Как раз заодно и проверим, насколько крепкий ABS пластик у нас А вообще что-то нифига не поднимает Уже тяжело У нас, короче, развесовка машины не очень Потому что бак сзади, справа Не дает нам полностью поднять машину И вот пластик реально себя очень хорошо ведет Здесь сжало фендер Вообще максимально туда куда-то в крыло его продавило И причем ни краска даже не откололась ни в одном месте И сам фендер жив, цел Здесь, если даже не хуже, да Просто он пошел как-то сгибаться сюда Поэтому ABS пластик работает нормально Ну, чего и следовало ожидать Все, опускаем, не мучаем больше тачку Ну, здорово! И у нас минус 100 килограммов просто с кузовного железа Но, честно сказать, примерно так и предполагалось Даже не 100, а где-то 90-95 Но в любом случае это отличный результат Учитывая то, что у нас еще железный капот Который мы будем делать в следующем ролике Целый ролик прямо посветим Попробуем убрать с него вообще практически всю массу Оставить там килограммов полтора Так, поэтому теперь мы жигу опускаем на колеса Приводим ее в какой-то нормальный вид И за финалем это все дело Я тут говорю, что мы за финалем Сейчас уже надо было финалить А она сейчас Поэтому мы сейчас не финалим Когда соберем, тогда уже и за финалем Теперь она уже выглядит по гоночному, что ли Какого по гоночному? Хуй какая-то Мы повешали на машину недостающие навесное Ну, бамперов их и не было Поставили спойлер Так называемый ducktail Машина реально стала выглядеть классно Не знаю, мне во всяком случае очень нравится А еще мне очень нравится результат Все-таки 100 килограммов это хорошая цифра для дрифтовой машины Но теперь осталось как раз таки вот то, что как называется по технике Корма автомобиля очень сильно похудела И вот эти, я так думаю, что килограммов 30 Они как раз таки с задней части автомобиля ушли В общем, осталось поправить только развесовку И, конечно же, хотелось бы ответить на вопрос по цене Сколько стоила машина Сколько стоило ее произвести вот из пластиковых деталей То, что мы это делали с нуля То, что нам приходилось сделать матрицы из стекловолокна Это все очень финансово затратно Даже если не брать в расчет время По деньгам у нас ушло порядка 100 тысяч рублей Чтобы сделать вот эту машину в таком виде, в котором она сейчас есть Это даже не считая там каких-то расходов покраски Там еще почему-то каких-то мелочей Вот в общем сам пластик Один лист пластика на секундочку стоит 3,5 тысячи рублей Двухмиллиметровый ABS пластик Который вот мы используем чаще всего И на эту машину он был использован 3,5 тысячи рублей лист Ну и, соответственно, из этого складывается вся цена Сколько уж было переведено листов этого пластика Который мы просто испортили Который не подошел по каким-то причинам В общем, вот, в общем, вот, в общем, вот Ну а теперь мне, наверное, стоит ответить на вопрос Который задавали уже в предыдущих роликах И задавали его много раз Будем ли мы делать кузовные элементы В том числе на Жигули И теперь могу ответить с точностью Да, будем делать обязательно Мы уже сделали интернет-магазин В который вы можете переходить Вот здесь вот где-то светится название Все ссылочки будут в описании ролика Обязательно переходите, смотрите Мы будем постоянно его наполнять Новыми запчастями, новыми кузовными элементами Которые мы будем производить Пока что ассортимент не очень большой Но очень важно, что мы готовы взяться За любую деталь из пластика И если вам интересно, обязательно пишите на почту Задавайте ваши вопросы Мы можем работать со стекловолокном Это во-первых Во-вторых, мы можем делать из АБС пластика Практически все, что угодно Ну а машина готова хоть сегодня ехать Дрифт-соревнование Я думаю, что в роликах зимой Вы ее неоднократно увидите Хозяин результатом доволен Вам спасибо за просмотры Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok